Студентки научно-производственного центра оказались в безвыходном положении. По словам их родителей, в последнее время общежитие стало пользоваться популярностью среди приезжих гостей. Посторонних заселяют прямо в комнаты студенток. Девчонки приезжают, а их вещи все собраны в отдельный шкаф, в другую комнату. А в их комнатах живут люди, чужие люди. Общежитие женское, девчонкам по 15 лет. Мужчины, парни, ребята живут там свободно. Ходили к директору, жаловались они. Как бы никакой реакции. То есть люди уехали, следующие приехали. Директор говорит, что это не ваше дело. Комендант все отрицает. Вспоминает только один случай, когда на время забрала у студенток матрац для приезжих спортсменов. И это несмотря на то, что в общежитии оборудовано 56 спальных мест, большинство из которых свободны. Цего никто не допускает. Их самовольно, девочек. Никто не выселяет их в комнату. У нас там есть гостевые комнаты. В крайнем случае, если спортсмены у нас, что, много человек, то мы просим, смотримся по списку. Если дети на практике, то мы занимаем эту комнату. В стенах общежития пусто. Во время визита нашей съемочной группы всего несколько комнат были заняты. Руководство учреждения журналистам общаться с подростками запретило. Но пару вопросов задать удается. Студенты говорят, в выходные дни действительно их кровати занимают посторонние. Вы видели вообще кто-то посторонние, когда приезжают сюда? Ну, там выступали, у нас приезжали. Приезжают, но за себя открывают в наши комнаты. Пока вы не приезжаете, где ваши вещи, когда кто-то другой сидит? В основном в комнаты там. Несмотря на обвинения родителей, директор уверяет, ничего не знал о временном выселении детей. Про то, что выселяют ученик в начале, это для меня очень большая новина. Я этого не ждал, конечно. И если кто-то, может, шла какая-то мова, может, мова шла где-то среди, может, работников в гуртожитке, среди ученик, мы, конечно, разберемся. И в них тех, кто допустил такие нехорошие факты, будут покараны. Второй и третий этажи общежития тоже пустуют. Их отремонтировали на деньги Евросоюза по программе для переселенцев. Но в эксплуатацию помещения так и не сдали из-за плохой электропроводки. Депутат Горсовета от солидарности Юрий Цюпа потребовал у директора разобраться в ситуации. Жители города, наши избиратели, краеворожане должны быть уверены, что депутат Горсовета в любой момент может приехать и помочь им сложить все ситуации. И если девушки не будут выселяться в общежитии, если леди, которые обучаются в этом училище, к ней будут препятствованы какие-то попытки, мы будем полностью удовлетворены результатами своего труда. Кроме того, в столовой учебного учреждения на стенах и потолке обнаружили плесень. В помещении до сих пор лужи, которые остались после дождя. Потому всем, кто ходит по коридорам, приходится лавировать, чтобы не промочить ноги. Инна Даньшина, Евгений Жулай, Первогородской.